Мои дорогие друзья, здравствуйте! Знаете, меня долго одурманила одна мысль Как же хапануть на четвертом сезоне Шерлока? Вариантов было много, но на деле все элементарно! Че ж так рот-то стягивает? Вы извините, просто после этих праздников только Монин Кейр спасло мою задницу Если б не они, то я бы сейчас с вами не разговаривал Да Спрашивайте в магазинах и аптеках вашего города К чертям долбанное похмелье! Приветствую! Итак, о чем мы? Ну, конечно же, о Шерлоке Холмсе! Забавно, что даже сам Артур Конан Дойл считал свои нескончаемые сборники рассказов О великом сыщике довольно проходным чтивом Писатель отчаянно доказывал, что способен на большее И, конечно же, мы верим Но, глядя на вереницу произведений, мы все равно обращаем взор лишь на Шерлока Ох уж эта судьба злодейка Но вопрос, кто мы-то? Я бы ответил все, но в частности кинематографисты Более 150 экранизаций И когда-нибудь я махну боярышника и рискну сделать киномыло Но пока начнем с малого до удалого Последнее время более всего в нашу русскую башку засело три самых броских образа великого сыщика Великобритания, Америка и, конечно же, Советский Союз Такие разные снаружи, но внутри их объединяет одно Жажда приключений! Думаю, самое время заняться невозможным и попытаться объективно сравнить эти три образа Хотя мы прекрасно знаем, что все равно может получиться субъективщина Ибо они по-своему хороши, но попробовать стоит В этот раз будем сравнивать не только досконально героя, но и все его окружение Так что без лишних слов, давайте начнем это великое противостояние Второй план Да, начнем сразу с эпичного обхвата Инспектор Лейстрейд, Майкрофт Холмс, Мэри Ватсон и заодно и Миссис Хадсон Немаловажные персонажи, которые помогают сделать историю более насыщенной и полной Однако не стоит забывать, что Гай Ричи в своих лентах основывался не столько на Конан Дойле Сколько на одноименных комиксах КОМИКСА! На самом деле мне вообще по барабану, как сильные экранизации совпадают с Конан Дойлом Идентичность с Конаном мы тут вообще не сравниваем Лишь то, что более органично выглядит на большом экране Органика Ричи заключается в том, что почти весь второй план его в картинах мертвый Инспектор Лейстрейд просто собачка, ходящая за Шерлоком и говорящая ему Будь ты такой, ты сякой, помоги мне с этим делом Конечно в этом вся суть Лейстрейда Но почему-то персонаж Эдди Марсона настолько блеклый и теряющийся за личиной Дауни-младшего Что ничего о нем больше не вспомнишь Но зато грязи и клеву зажигал Мэри Ватсон превратилась в какую-то стерву Холмс не любит ее, она не любит Холмса Все по-приятному нескладно Келли Райли и выглядит как злодейка, которая будто вышла за Джона и за личные выгоды Но благо хоть помогла разоблачить Мариарти Миссис Хадсон вообще только носит чай и больше нихрена не делает А Майкрофт, кроме фразы Ух, ё, это же Стивен Фрай, ничего не вызывает Благо в британском сериале персонажи обрели свои четкие контуры и даже ярлыки Лейстрейд превратился в очередного беспомощного туго-дума Который без Холмса будто не сможет повернуть ключ в замке Миссис Хадсон для меня пусть здесь немного придурочная, но умеет не только приносить чай Но и гонять на спорткаре Да даже Мэри Ватсон превратилась в любящего друга Которая стала по сути частью приключений наших героев Ну не считая того, что она супер-секретный агент Которая вышла за Джона, чтобы убить Магнусон Ээээ Вот как вот в советской версии все просто Милая Мэри Мордсон желает вернуть сокровища Агры А Ватсон в нее чисто по-человечески влюбляется Все намного проще, но ведь не хуже Посудите сами Здесь Лей Стрейд в исполнении Борислава Барандукова хоть и болван Но из-за своего эго никогда этого не признает И пытается казаться выше на голову Шерлока А со стороны показывает себя лишь еще большим остолопом Согласитесь, это куда лучше дурачка Которая безукоризненно соглашается с любым словом Холмса Майкрофт здесь влиятельный и умный мужик с большими связями Которые как и помогают брату, так и дают ему квесты Борис Клюев ничуть не уступает Марку Геттису Да даже Миссис Хадсон не слабое звено путающееся под ногами Да, она тут носит чай Только вот герои по-настоящему дорожат ей Между ними чувствуется человеческая химия Да она даже принимает участие в нескольких делах нашей парочки Не каждая женщина свои 70 с лишним будет корящиться пополу изображая трупак В последней серии актриса Рина Зеленая уже почти полностью потеряла зрение Но все равно вернулась к образу полюбившейся героини Вот это я называю преданность своей роли Герои в советском Шерлоке прописаны и сыграны с большой любовью Чего, к сожалению, не замечается в американской версии А в английской преобладает излишняя утрированность Так что Игр Масленников отдаю болвам Первоклассно! Визуализация Итак, какой же антураж более изобретательный, загадочный и где дух Англии преобладает? Я думаю, многие со мной согласятся, что Лондон лучше самого Лондона никто не сыграет И поэтому британский Шерлок в безусловном плюсе Но если смотреть дальше, то Гай Ричи молодец Он попытался воссоздать дух той самой Великобритании Грязный, потрепанный, где кругом щеголяют цыганки, беспризорники и откровенные бомжи В этом беспределе маскарад Холмса более чем полностью уместен Еще не менее крутая визуализация разума самого Шерлока Просчитать за долю секунды, как избить человека до припадка не каждый сможет И еще это излюбленное Ричи слоумо Однако вот стоит Шерлок Холмс на недостроенном Тауэрском мосту Хромакей начинает неприкрыто резать твой незамыленный глаз И нет, все-таки нет В творении Ричи преобладает боевиковость В то время как Марк Геттис и Стивен Моффет предпочитают играть со зрителями Мало того, что Великобританию играет Великобритания, а не Латвия или студия в Линсвиде Так и процесс мышления здешнего Холмса превращается в целое визуальное приключение От одной сцены погони за такси переулками начинаешь ловить эстетический кайф Так и пространственное воображение нашего сыщика отлично развито Он все расскажет, покажет и распишет Причем режиссеры со сценаристами будут давать нам загадки поочередно Сначала загадочная надпись в досье Магнуссона Затем Мориарти с водяном платье А затем у Шерлока есть сестра, которая хочет всех нахер замочить! Безусловно, это мастерская игра со зрителями, которую проще один раз увидеть В советском Холмсе элемент игры присутствует лишь в вступительных титрах Но по большей части картины Масленникова задуманы так, что мы должны проникаться диалогами, атмосферой и музыкой И разумеется, для 70-х годов изображен Лондон прекрасно Студии на Мосфильме, Рига и Санкт-Петербург отлично были замаскированы и сплетены в единую локацию И для тех лет это, несомненно, круто Но лично я предпочту репликанту оригинал Когда Холм стоит на крыше лондонской кафешки и охватывает своим взором город Ты понимаешь, что он тут правит балом А когда в дело вступает визуализация, то понимаешь, что Моффат с Геттисом нагнули всех и вся Так что, Великобритания, я за тебя! Чертова рифма меня доведет Злодеи Ну какие же герои без отпетых негодяев? Мерзавцы это по нашей части Наверное Сразу скажу, что несмотря на обилие плохишей в современном сериале Лично они меня более чем полностью расстраивают Может дело в том, что мы ожидаем от них большего, чем есть на самом деле Если брать односерийных, то Чарльз Агустус Магнусон пусть и заявляется как самый могущественный злодей Эвер Но на деле это лишь мужик с феноменальной памятью, который имеет на всех компроматы и сыт в камины Какой-то умственной оппозиции разуму Шерлока мы не имеем Как и победа над ним слишком примитивна Калвертон Смит, которого нам показали как очередное всемогущее зло, оказался проходным мерзавцем Который вроде бы убийца, а вроде нет Да какая разница, все равно он сознался Так и получается, что главным литмотивным злодеем остается Мориарти Который любит играть с Шерлоком в игры Все бы ничего, если бы он так не бесил Господи, этот манерный кривляка с задатками гомосексуалиста Который на полбашки ниже Шерлока является ровнее великому сыщику Серьезно? Да, они сделали из Мориарти неуравновешенного психопата-суицидника Чья цель заключается лишь в том, чтобы поиграть с Шерлоком и творить хаос Но когда смотришь слишком долго на Эндрю Скотта Хочется ему просто дать кощергой по башке и проорать Да успокойся ты, Джокер, недосратый! Это, конечно, имху И Мориарти тут стоит на полном контрасте с серьезным Шерлоком, что есть круто Но воспринимать его серьезно довольно тяжело Справедливости ради скажу, что злодеи советской версии еще более притянутые И легким образом выпиливаются за одну часовую серию Самым сильным так и остался Мориарти Виктор Евграфов сыграл очень пугающего профессора Он глава преступного мира, у него проникающий взгляд и дерется он как... Цапля Ну какая разница? Жаль только ментальной битвы умов у него с Шерлоком не произошло Не успели мы с героем познакомиться, как в финалу персонажи уже оказались на Рихенбарском водопаде И исход был ожидаем Хоть убейте, но я отдам голос Гаю Ричи Да, мы успели увидеть только двоих говнюков В лице лорда Блэквуда и ранее упомянутого профессора Но что первый, что второй просто насквозь прожигают свои харизмы И по-разному, ну лихо могут обвести нашу парочку вокруг пальца Марк Стронг талантливый притворщик и иллюзионист А Джаред Харрис просто прожигает взглядом Дауни-младшего И тот на его фоне начинает казаться беспомощной овечкой Битва героев на Рихенбарском водопаде наглядно показывает, насколько они равные противники Как в умственном, так и физическом плане И тут, конечно же, английская харизма берет верх Харрис без особого напряга отметил бы английского Холмса Если не умом, так в рукопашную уж точно И эти парни представляют реальную угрозу всей Англии Пусть и забегают только на один фильм Короче, Гай Ричи, бал уходит к тебе Похоже, ваш слон принес пользу Наконец-то Так, прежде чем продолжить Давайте все дружно подпишемся на канал Let's Cook Show Это самый качественный контент, посвященный идее напиткам Фантастические рецепты, обзоры на рестораны А также коктейли из сериалов и кино Это действительно интересно Подпишись Давай поможем хорошему каналу в раскрутке Там даже я был пару раз Ссылочка есть в описании, ну а мы продолжаем Лучшие загадки Я вновь повторяю, что не ориентируюсь на то, что писал Артурчик Главное, как это выглядит на экране и насколько затягивает нас, зрителей Истории, поставленные Игорем Масленником, довольно бережно следуют первоисточнику Но это не превращается в графоманство Однако никто не будет отрицать, что истории, рассказанные в этом сериале, представляют из себя Односерийки Какое-то загадочное дело, где либо некто похищает сокровища Болотные пустоши терроризируют здоровенная собака Пара улик, томительных диалогов И херак, убийца дворецкий, несите овсянку, сэр Масленников нас гибнотизирует атмосферой и диалогами И той химии, что прослеживается между актерами Моффат с Геттисом стараются делать загадки как можно более увлекательными Им недостаточно обматывать собаку фосфором Нет, это будет путанная история о психотропном таксине, который разрабатывается в лаборатории За чьим производством стоит Мариарти, а тот в свою очередь является троюродным призраком Миссис Хадсон Которая хочет убить всю семью холмсов Ну почти Загадки превращаются в тройные клубки Порой даже немного абсурдные Показывая нам, что ничто не случайно Но вкупе с оригинальной визуализацией это чертовски интересно смотреть А ведь именно это нам сейчас и нужно Зажравшимся современным зрителям Думаю, такие длительные перерывы между релизами дают веский карт-бланш авторам Наверное, только в цикле 20-й век начинается Советский холмс капитально развел всех вокруг пальца И лишь прикрывался 4 года пчеловодством Готовясь к своему масштабному делу Втайне от Ватсона, взяв на вооружение Миссис Хадсон Британский холмс выкручивает подобные финты буквально каждую долбанную серию У Гая Ричи, к сожалению, визуальной магии не происходит Загадки по канону разгадываются лишь ближе к финалу И приводят к предсказуемым исходам Эй, Блэквуд просто использовал веревочки Автоматические поджигатели и газы И всех чертям обхитрил А в случае с Мариарти это вообще не загадка А игра в кошки-мышки В которой холмс пытается предотвращать серию взрывов Иными словами, красиво Но никаких изысков Так что кто как не британцы будут на первом месте по изощренности ума Так что отдаю свой голос этой сладкой английской парочке Какого черта? Вы можете определиться? Джон Ватсон Знаете в чем моя проблема английского Ватсона? Моя проблема английского... Я не вижу что они с Холмсом друзья И в этом мне кажется есть немалая проблема Химия между Мартином Фрименом и Берегитой Карабасом-Барабасом довольно натянутая Проблема не в том, что этот Ватсон далеко не аскетичный, не высокий, не ростократичный А усы ему откровенно не идут Мы уже проверяли Проблема в том, что этот Ватсон будто ищет повода Чтобы отвязаться от Шерлока как можно дальше И держать его на расстоянии вытянутой руки Женитьба, ссоры, недопонимание И Ватсона можно понять Выдержать такого социопата крайне сложно Да и не походит это на дружбу Скорее крепкое товарищество Где Ватсон постоянно бегает с собачкой за Шерлоком Подтверждает лишь сказанные им слова И без конца лупит удивленная моргала Я бы не захотел иметь такого друга-доминанта Который тебя как бы всегда немного морально принижает Ватсон Джуде Лоу Бунтарь Он постоянно раздражен выходками Шерлока В глубине души прекрасно понимает Что уступает ему в умственном плане Однако доктор старается этого не показывать И всегда приходит на выручку Холмсу И если не умственно, так точно физически Между ним и Дауни-младшим складывается Этакий дуэт для Бадди-муви Ватсон никогда этого не хочет Но постоянно ввязывается в эти сраные приключения Проблема в том, что они с Холмсом отличаются И по взглядам на жизнь, и по манерам Иногда возникает ощущение, будто Лоу Попросту неприятно обществу Дауни-младшего Нету между ними какого-то Заимного товарщества или сотрудничества Может проблема в том, что актеры не смогли найти общий язык Не знаю Я это клоню к тому, что number one для меня является Виталий Соломин, светлая ему память Актер и в жизни был дружен с Василием Ливановым И в фильмах это замечается Они тут товарищи, между которыми Пусть порой и возникают словесные терки Но они уважают друг друга и свои точки зрения Ватсон поражается тому, что Холмс не знает Таких элементарных фактов, что Земля круглая А Холмс тому, что тот не может Отличить два вида пятен на тротуарах Я могу вас утешить Дело в том, что таких людей, как я В мире очень немного Может быть даже я такой один Они с разных планет, но уважают Противоположные мнения, как и на подсознательном Уровне они не могут друг без друга В этом есть какая-то химия актерства Мы верим, что они друзья И несмотря на то, что Холмс превосходит Ватсона в умственном плане Он старается этого не показывать И зачастую пытается передать тело Авры Джону А тот милый улыбнется и отведет глаза Ой, какой же милашка Короче, несмотря на то, что соперничество тут Довольно сильное Я все-таки отдам голос Ламповому И сверхинтеллигентному Виталию Соломину Во имя милых усов О, как же я боялся этого момента Проблема в том, что в принципе Эти Холмсы разные и по-своему прекрасны Я бы все отдал за то, чтобы посадить их В одну комнату с камином И послушать хотя бы минут 10 обсуждений И разные взгляды на одно и то же дело Скажи-ка мне, Ватсон, а когда рыжий ублюдок Сделает треш-обзор? Но думаю, для начала нам нужно избавиться От наиболее слабого звена То бишь Роберта Дауни-младшего Я ничего не имею против экшн Холмса Который в принципе не прочь побегать и помахаться кулаками В конце концов и оригинальный Холмс любил боксировать Увлекался борицу Но вот проблема в том, что перед нами не столько Холмс Сколько Тони Старк в викторианских костюмах На самом деле различий между ним и миллиардером-филантропом немного Ну Холмс Не миллиардер-филантроп, начнем с этого Но если словесно парировать для Тони Старка Этого слада, то же для Шерлока тем более Он любит размышлять слух Переодеваться и даже слишком нестандартно себя вести Но не вяжется у меня образ невысокого подтянутого мужичка с образом великого сыщика Хоть-то тресня Он весь такой обаятельный, притягательный, неубиваемый, прям идеальный герой для американского боевика Али-комикса А Холмс это не герой блокбастера, согласитесь Добавно, что у Ливановой киберскотча есть по ордену Британской империи Маститая награда одна, а Холмсы разные По мне так проблема Бенедикта Кэмбербэтча В том, что он не совсем человек Это уж слишком отстраненный и зацикленный себе сессеопат Настолько витающий в облаках и настолько прибитый, что его гениальный разум становится проклятием Он буквально это нам показывает О боже мой, черт возьми, какой я умный В последних сезонах они пусть немного и приземлили героя Но он все равно продолжает ловить свои сказочные трипы Сравнительные субергеройским способностям Я натяжно могу поверить существование Холмса Дауни-младшего в реальном мире Я могу поверить существование Ливановского Холмса А вот Камбербучного не могу Он порой настолько перебарщивает со всей этой своей необычностью и неформальностью Что это начинает подбешивать Он весь такой необычный, странный, вау А можно почитать про него книжечки? Конечно, из-за этого вырисовывается конфликт Мол, как тяжело таким головастым жить в мире беспросветных тупиц Однако вся эта эксцентричность немного меркнет на фоне Василия Ливанова Понимаете, он никогда нам в открытую не показывает свои чувства или страдания Он всегда пытается быть невозмутимым в самой экстремальной ситуации Даже когда находится на волосок от гибели Только вот глаза-то все выдают Сколько эмоций мы видим на его лице, когда он впервые видит Ирена Адлер И когда понимает, что больше ее не увидит Вы только гляньте Он не поддается эмоциям Не скажет ни единого слова Но этот взгляд говорит нам все По сути себя так и должны вести профессиональные сыщики с небольшой придурью Я уже не говорю о той химии, которая беет между ним и Ватсоном Миссис Хадсон Да даже инспектором Лейстрейда Он одинок, но одинок по-своему А его аристократичный вид, склонность к дурачеству И возможность взять оплевух в кулачном поединке Дает значительное превосходство Со знаком плюс, мой дорогой друг Партию Ливанова признали на мировом уровне Что является нонсенсом для времен Советского Союза Уж тем более для фильмов снятых целенаправленно для ТВ Такая отдача и рвение работает по сути за идею А не за любовь о рау 15-летних фанаток Заслуживает уважения Так что думаю, в столь сложном поединке Стоит отдать финальный балл Советскому Союзу Уж не обижайтесь, парни, но заслужил Часто ли будут побеждать русские в этих тематических битвах Титанов? Очень сомневаюсь Так что ловим момент и гордимся Фух Ну что ж, я думаю все вышло крайне очевидно Для нас Если вы вобьете в гугл по-английски All Sherlock Holmes То вы найдете там всех От доктора Хаоса до долбанного мышиного детектива Всех, кроме Василия Ливанова Он игнорируется даже в тематических списках крупных сайтов Несмотря на то, что в 80-х Ливанов и Соломином были признаны лучшим континентальным воплощением этой легендарной парочки Думаю, справедливость должна восторжествовать Не думайте, что я пытаюсь подлезать к какой-то конкретной фокус-группе Для меня каждая версия по-своему хороша И как бы я ни старался быть объективным Это все равно скатывается в субъективщину Так что с радостью послушаю вашу точку зрения в комментариях С чем согласны, а с чем нет А заодно напишите, как вам четвертый сезон Шерлока Ну а на этом все Спасибо за внимание Ступайте в группу, пальцы вверх За нами не заржавеет И всем пока Кстати, мой дорогой воображаемый друг У англичан лучшим Холмсом считается актер Джереми Брэд А есть еще такая личность, как Кристофер Ли Так что всегда можно сделать второй раунд Когда у нас там пятый сезон Шерлока В этот раз будем сравнивать не только Ну как раз яйца отлезать